Реановости. Подкасты. Заговор классиков. Времени критик коммунизма в России. Все это Петр Вяземский. В сегодняшнем выпуске разбираем его неожиданные высказывания о Пушкине, цензуре, женщинах, царях и русском боге. Здравствуйте. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Итак, Петр Андреевич Вяземский. Давайте сразу напомним годы его жизни. 1792-1878. 1898-й русский поэт, литературный критик, общественный деятель, ну и, конечно, друг Пушкина, очень близкий. Самый близкий. Самый близкий. И, кстати говоря, родственник Карамзина, которым мы тоже делали отдельный выпуск заговора классиков. Но в нашем заголовке звучит такая фраза. Первый по времени критик коммунизма. Это совершенно неожиданно. Пожалуйста, объясните. Мы не будем, конечно, торопиться, потому что он ни с детских пор, ни со временем Карамзина стал критиком коммунизма, которого и не было. Во-первых, отметим, что князь Вяземский жил долго. И работал долго. И работал долго. И вообще в поэзии 70 лет. И когда он уже в преклонном возрасте, в 1963 году, был очень крупным придворным при дворе Александра Второго, он получил задание написать записку о коммунизме. И он это выполнил. Он написал эту записку, будучи вообще врагом и не только коммунистов, но даже разночинцев. Он считал, что они порождение массового сознания, а уж тем более коммунизм и иностранный, европейский. Он написал записку. В общем, резко высказался. Очень резко высказался. Но одновременно сказал, что эти кружки коммунистические, эти собрания не нужно так подавлять только силой. Надо вести воспитательную работу. Просвечение и образование – лучшие формы борьбы против коммунизма. Кстати говоря, он был, на мой взгляд, прав. То есть он такой был тоже русский просветитель, как Игорь Амзин, кстати, с которым его связывали узы родственные. Ну, это время было просвещение, да, конечно. Безусловно, он весь рождён просвещением. Единственное, что если просвещение всё-таки стояло, литература, на позиции классицизма, то он двинулся в сторону романтизма и считал, что романтизм – это поэзия народно-освободительной борьбы. Неожиданно, честно говоря, потому что для меня романтизм – это всё-таки эмоции, чувства, интимность личная. А у нас уже вот в который раз романтизм какой-то странный получается. Аня, ну это тоже борьба. Но вообще у каждого есть свой романтизм, не такого определения, как сейчас слово «постмодернизм» тоже имеет огромное количество определений. Дело в том, что это всё такие назывные слова, которые как бы угадывают что-то, но до конца ничего не определяют. И всё-таки он для нас, конечно, прежде всего поэт, правильно? Конечно, он прежде всего поэт, и баловин судьбы об этом писал Пушкин. Он богатый, он счастливый, он талантливый, он остроумный. Он вообще всё, что, можно сказать, положительное о человеке. И с этим положительным запасом он вступает в жизнь, но он ещё при этом такой розовощёкий, такой сблуждающий, иронической улыбкой. Вообще он мне по-человечески очень нравится. Он, мне кажется, один из тех, которые вот именно как поэт хотели сделать литературу больше, чем поэзии, вспомнил тут нашего Евтушенко. Дело в том, что он в поэзию, в литературу вообще включал и дневники, и записные книги, и письма. И, вы знаете, мне кажется, даже общение, просто человеческое общение, поговорить, это тоже становится литературой. То есть всё ему удавалось. И таким образом, вы знаете, на мой взгляд, он был такой Иван Клитой от литературы, который собирал всё вокруг разбросанное литературно и превращал это в какую-то единую компанию. У него было большое количество друзей, и среди них постепенно стал возвышаться наш великий гений Пушкин. Но мы уже сказали о том, что 70 лет он работал. Давайте вспомним одно из его поздних стихотворений, и потом поговорим о нём. Я пережил и многое, и многих, и многому изведал цену я. Теперь влачусь в одних пределах строгих, известного размера бытия. Мой горизонт и сумраченный близок, и с каждым днём всё ближе и темней. Усталых дум моих полёт стал низок, и мир души безлюдней и бедней. Жизнь разочлась со мной, она не в силах мне то отдать, что у меня взяла, и что земля в глухих своих могилах безжалостно навеки погребла. Ну вот позднее стихотворение, и на самом деле не всё так безоблачно было в его жизни, потому что пережил он своих троих дочерей, на самом деле была большая трагедия. Конечно, Пушкин в чём-то его склазил. Действительно, он пережил дочерей, и это ужасная трагедия. Он пережил и Пушкина, своего любимого, ближайшего друга. И, надо сказать, всё это омрачило его существование и фотографии уже позднего князя, позднего Вяземского. Но на них очень тяжело смотреть, потому что это человек, который как будто погас, хотя писал до конца, причём при дворе ещё исполнял должность, очень важную должность, догадайте кого, обершенка, то есть он распоряжался вином. Ну вы мне рассказали перед программой, поэтому я уже знаю, но вот объясните радиослушателям, что это. Он вообще возглавлял самую весёлую должность, то есть возглавлял самую весёлую часть придворной жизни. Он был главной виночерпией, то есть под ним были все повара, все лужки-поварёшки. Потрясающе. Весь гастрономический отдел, включая материальный, и огромные бочки вина, коньяка и так далее, и так далее. То есть он мог вообще пить сколько хотел, есть сколько хотел, но, надо сказать, был человеком сдержанным, и, в общем-то, от этой должности с ума не сошёл. Не злоупотреблялся. Таков он был хорош, что ему доверяли, да? Он был хороший, ему доверяли. Да и, в общем, вот эти вот все азартные дела, которые были прежде всего связаны с картами, у него постепенно прошло. Но, с другой стороны, он был очень азартен в литературе, и начинал он как заядлый полемист. Виктор, вы уже назвали его полемистом. Давайте поймём всё-таки, с чего он начинал и к чему пришёл, потому что вот у нас уже в памяти это позднее стихотворение, которое мы только что послушали. В чём возражалась его полемика ранее? Надо сказать, что он был прежде всего человеком, что называется, новатором. То есть он боролся против архаистов, он боролся против классицизма, против вот этих всех псевдоэлегий, посвящённых древним богам и древним героям. Он хотел, чтобы поэзия была ясной, умной, конкретной, была связана страной, в которой она рождается. И в этом смысле он, в общем, что называется, постепенно вот именно в себе, представьте себе, выращивал то дитя, которое станет Пушкиным. То есть он как бы подготавливал Пушкина к тому месту, которое он должен будет занять. Он был представителем Арзамаса. Это вот такое модное и популярное, и новаторское крыло русской литературы. То есть это общество. Ну, мы уже вспоминали нескольких поэтов, которые входили, и Батюшков туда входил. И Батюшков, и Пуховский, да, и Хил. А Пушкина звали Сверчок. Сверчок, потому что он был юный совсем. Да. Скажите, но можно ли провести такую параллель, что вот вся эта его такая европейская направленность, такое прогрессивное мышление, в какой-то степени это было влияние и Карамзина, с которым, как мы сказали, он был связан родственно, потому что Карамзин был женат на его старшей сестре. И я так понимаю, в общем, в юности довольно активно и опекал его. Да, он был просто опекуном и, в общем-то, вторым отцом, поскольку отец Вязинского довольно рано умер и не играл большой роли в его жизни, только единственное наследство ему огромнейшее досталось. Но вы знаете, дело в том, что европеизм Вязинского – это история не только Карамзина, это история того, что он ещё определённое время жил в Варшаве и насмотрелся, и нагляделся вот этой вот ближайшей Европы вдоволь. И в 1818 году туда приехал Александр I, и там произнёс очень либеральную речь, которая была связана с польской конституцией, была связана с идеей того, что в России будет конституция. Вязинский произвёл огромное впечатление на царя, потому что он переводил эту царскую речь… С русского на польский? По-моему, с французского на польский, да. Я думаю, что это произвело огромное впечатление на царя и его быстрота перевода, да и вообще он был такой лёгкий, остроумный человек, и Александр его приобщил. То есть мы тут оказываемся рядом с человеком, с нашим сегодняшним героем, который идёт по кругу русской истории. Он подготавливает проект к конституции. В следующий раз, когда царь приезжает в Варшаву, вдруг выясняется, что этот проект ему уже неинтересен, и Вязинского даже не приглашают навстречу. Идём дальше. Почти в это же время возникает записка, но не о коммунизме, который будет потом-потом. Это позднее, да. Да, потом-позднее. При другом царе. О том, что надо освобождать крестьян. Это крепостного права. Подписывают разные важные люди, включая тоже нашего молодого князя. И князь Васильевичиков, который тоже подписал это, вдруг на следующий день отзывают подпись, не знаю уж почему. И царь тогда говорит, ну, подождите, давайте будем разбираться. Так вот, они разбирались до того времени, когда уже Александр II решил освободить крестьян. То есть долго разбирались. Поезд истории аккуратно, медленно, но ушёл в другую сторону. А Вяземский остался на этой стороне. И он стал как бы диссидентом и оппозиционером не потому, что он что-то изменил, а потому, что он как бы остался на тех же позициях. Считайте, что он был таким старовером. Он думал, что всё нормально. А поезд уходил, уходил, уходил. А ракчей в военные поселения и так далее, и так далее. И, надо сказать, это не прибавляло особенно больших надежд на изменения. В государственные, и он пошёл в сторону декабристов. А можно ли сказать, что он в своей поэзии был менее радикален, чем в переписке, в каких-то личных дневниках и так далее? Он был, по-моему, радикален во всём, поначалу. Но постепенно по службе он стал терять эту радикальность, потому что эта радикальность раздражала бешеное начальство. И поэтому его радикальность ушла в переписку. С Пушкин, например. Его радикальность ушла от встречи с людьми, близкими к декабризму. И вообще в его поэзию. Потому что, в конце концов, он пришёл к такому состоянию, что на самом деле написал гимн декабризма. Катехизис декабризма — это стихотворение, которое называется негодование. И, надо сказать, это страшно острое стихотворение. Он загорится день, день торжества и казни. День радостных надежд, день горестной боязни. Раздастся песнь побед вам, истинные жрецы. Вам, други чести и свободы. Вам, плач надгробный. Вам, отступники природы. Вам, притеснители. Вам, низкие льстецы. Виктор, но его ещё называют декабристом без декабря. Что это значит? Откуда такое понятие? Дело в том, что, несмотря на всё его негодование, он реально понимает, что оппозиция, декабризм — это идея, которая не усваивается русским народом. Что русский народ живёт своей жизнью, а декабризм — своей. И поэтому он подозревает, что если идти в сторону радикальных изменений, то, собственно, поддержки никакой не будет. И в этой связи он пишет очень интересное письмо Пушкину. Давайте мы его послушаем. «Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом. Оппозиция у нас — бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях. Она может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих пенатов, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа. Поверь, что тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят. Ты служишь чему-то, чего у нас нет». Хорошо, с декабристами вроде бы всё ясно. Давайте дальше. Пушкин писал действительно, что ты невероятно счастлив. И вот мы тоже говорим о том, что он был удачлив, счастлив в своём браке тоже. Так ли это было на самом деле? Даже Вера Фёдоровна и его жена красивая, она одновременно увлекалась Пушкиным, когда Пушкин... Или Пушкин ей тоже, по-моему, был увлечён, нет? И Пушкин, и тоже, да. И вообще даже непонятно, был у них роман или нет, но они всегда дружили, всю жизнь. И надо сказать, что Вяземский ревновал к Пушкину. Ну, какой-то потрясающий колыбок, да? И близкие друзья, и ревновал. Да, и ревновал, это длилось очень долго. И, конечно, Вяземский, так же, как и Пушкин, очень интересовался натурой женщин. И в этом смысле в своих записных книжках, которые я обожаю, там очень много ума и красоты мысли, и просто, скажем, хорошо написаны эти записные книжки, он о женщинах отзывался довольно интересно. В женщинах мы видим торжество силы слабостей. Женщины правят, господствуют нами, но чем? Слабостями своими, которые нас привлекают и очаровывают. Они напоминают ваяние, представляющее Амура верхом на льве. Дитя обуздывает царя зверей. Продолжаем разговор о Вяземском и вспомним даже, что он был не только поэтом и общественным деятелем, но и историком, и первым председателем исторического общества. И в этом смысле можно найти разные интересные какие-то исторические примеры в его записках. Виктор, расскажите. Прежде чем говорить о записках, вспомним всё-таки главное его участие в истории. Он был участником Барандистской битвы. Да, кстати. Причём смелым участником. Под ним одна лошадь была ранена, другая убита. Но он при этом не пострадал. Не пострадал. Он спас генерала. За что получил свой первый орден. И вообще надо сказать, что это был храбрый офицер, храбрый боец, который, естественно, после этого написал о Бородинской битве. И эти записки использовал Толстой в «Войне не меряй». Хотя Вяземский сам был не очень доволен войной мира, говоря о том, что ну как же, как можно смешивать реальных персонажей с нереальными. Это недовольство он выражал. Но с другой стороны, что мне нравится в его подходе к истории, это то, что он легко переходил от серьёзных исторических тем к историческим анекдотам, которые тоже касались, в частности, и женщин. Давайте это послушаем. Граф Андрей Разумовский был в молодости очень красивый мужчина и великий сердцеед, особенно сердец царицинской породы. Когда он был назначен послом к Неапольскому двору, славному в то время красотой знаменитой королевы, он после первого представления ей распустил по городу слух, что он не признаёт королеву такой красавицей, каковой, словёт она. Это, разумеется, до неё дошло и задрало за живое, то есть за женское самолюбие. Она начала ухаживать за ним и через несколько дней сделался любовником её. Виктор, но он же ещё и писал замечательные эпиграммы, и довольно едкие, и ироничные. И, кстати говоря, одним из героев этой эпиграммы был и Булгарин, на котором мы делали с вами предыдущий выпуск «Заговора классиков». Я советую нашим слушателям послушать этот выпуск, если они ещё этого не сделали. Но смотрите, помимо таких исторических анекдотов, один из которых мы сейчас услышали, и каких-то наблюдений о природе и так далее, можно же найти и у него мысли и объяснения о реальных исторических персонажах, о русских царях в том числе. Вот одно из высказываний о Петре и Екатерине Великой. Давайте послушаем. Многое может в прошлой истории нашей объясниться тем, что русский, то есть Пётр Великий, вселился сделать из нас немцев, а немка, то есть Екатерина Великая, хотела сделать нас русскими. Но вот насколько многое он нам вообще объясняет в русской истории? Конечно, он объясняет многое, потому что сам участник истории, сам участник, может быть, не всегда удавшихся, но реформ, сотрудник, прямо скажем, разных царей, где-то он спорил, где-то он шёл вместе с царями, и в этом плане он постепенно начинает понимать, что либерализм и консерватизм, консерватизм, если это основано на каком-то серьёзном национальном принципе, это не такие уж разные дела, потому что они построены на традиции, что на одной, что на другой. Но с другой стороны, и тут очень тоже важно понять, он всё-таки начинает после декабрьского восстания понимать, что ему не по дороге с бюрократическим царизмом, и тогда он поворачивается к природе, что действительно выглядит как вызов, и я бы сказал модным словом, эскапизм, то есть бегство от реальной жизни. Давайте это тоже послушаем. «Я красоту долин прозрел, И шум красноречивый леса, И ропот вот уразумел, Я твой природа, твой отныне, Отступника усынови». Правильно я понимаю, что к концу жизни он вообще немножечко уходит в себя. Да, он уходит в себя, потому что для него, как я уже говорил, чужд массовый человек. Он за человека, который имеет свои собственные мысли, и он страшно возмущался, когда его друг Тургенев, но не тот знаменитый Тургенев. Да, другой Тургенев, декабрист. Пытался портить или править его текст. Вы помните, что он воскликнул? Да, это замечательная фраза. «Прошу вас за меня не мыслить». Вот, прошу вас за меня не мыслить, может быть вообще, прямо скажем, эпиграфом отношений между царизмом и писателями в XIX веке. Потому что, конечно, и была и цензура, которая наезжала на писателей, и была, в общем, такая ситуация, при которой писателям было действительно очень трудно развернуться в сторону своих социальных мыслей. Но, с другой стороны, вот эта свобода мысли оставалась, и мне очень нравится в русской литературе то, что писатели отстаивали свои мысли, и самое ёмкое определение дал как раз Вяземский. «Прошу за меня не мыслить». Ну, а Пушкин даже ему писал, что твои стихи слишком умны. Да, давайте вспомним тоже эту фразу. Дело в том, что вообще его поэзия – это поэзия ума. И здесь есть некоторая опасность, потому что иногда так случается, что получаются зарифмованные мысли. Эти зарифмованные мысли, они прекрасны, они интересны, но в то же время, можно сказать, они не достигают такого звучания, которое есть у Пушкина. Ну вот, например, в его самым известном, пожалуй, стихотворении о царской действительности «Русский бог» есть там и мысль, и звуки, но всё-таки пусть наши слушатели решат, чего там больше. Бог метелей, Бог ухабов, Бог мучительных дорог, станций, тараканьих штабов. Вот он, вот он, русский бог. Бог голодных, Бог холодных, нищих вдоль и поперёк. Глупым полон благодати, к умным беспощадно строг. Бог всего, что есть, не кстати. Вот он, вот он, русский бог. А вообще о чём это стихотворение? Я думаю, что это стихотворение вызвало его долгими и, надо сказать, многолетними путешествиями по стране, где он встречался с самыми разными нелепостями провинциальной жизни, и которые он в этом стихотворении и описал. И описал это, как всегда, у него иронично, и всегда подчёркивает то, что патриотизм — это не просто преклонение перед всем русским, но и отрицание иностранщины, но это ещё как бы трезвое представление о том, что творится в стране. Но надо сказать, тем не менее, что Пушкин, который очень внимательно следил за его произведениями, всё-таки был недоволен тем, что в нём, в Вязенке, в его стихах, и мы уже сейчас их послушали, ни одно, много ума, и не хватает вот той музыкальности, которая, видимо, необходима для поэзии и романтизма. Послушаем, что Пушкин в этом смысле писал. Это знаменитые слова. Ну да, Пушкин упрекал, а Вяземский ему, кстати говоря, отвечал. Давайте послушаем. Пушкин был откровен с Вяземским. Твои стихи слишком умные, а поэзия, прости господи, должна быть глуповата, экой ты неуимчивый. Вяземский защищался, утверждая, что если есть и должна быть поэзия звуков, то, может быть, и поэзия мысли. Неожиданное высказывание Пушкина о том, что поэзия должна быть глуповата, мы-то всегда думаем, что она должна быть очень-очень умной. Здесь, кстати говоря, это одно из самых главных определений Пушкина, что поэзия должна идти не за мыслью, а она должна идти за этим звучанием, которое сама по себе рождает мысль. То есть это не мысль рождает звучание, а звучание рождает мысль. И разница между ними в том, что Пушкин гений, а Вяземский талант. А талант — это мастерство, а гений — это тайна. Продолжаем разговор о Петре Вяземском. Виктор, вы сейчас вспоминали «Войну и мир» Толстого, и говорили о том, что самому Вяземскому не нравилось, что Лев Николаевич смешивал реальных персонажей и вымышленных. Но тем не менее и сам Вяземский, скажем так, попал в историю, о чём писал Ходосевич. Давайте послушаем. Ему посчастливилось войти не только в историю России, но и в её миф, в то предание России, которое для нас отчасти, быть может, реальнее самой России. Всё можно вырвать или выжечь из нашей памяти, но медного всадника, на украинской ночи, но Тани Лариной мы не забудем. Не забудем и того, что когда бедная Таня очутилась в Москве, всем чужая и одинокая, у скучной тётки Таню встретя, к ней как-то Вяземский подсел и душу ей занять успел. То есть он единственный реальный исторический персонаж в романе Евгения Онегина, правильно? Да, вообще других нету, только он. Остальные вымышленные. Это, конечно, поразительно. Это дар дружбы. И надо сказать, что, конечно, Вяземский не только оказался в среде вымышленных героев, но он оказался, естественно, совершенно как ближайший друг тоже с жуткой ситуацией с пушкинской дуэлью. Он пытался его спасти так же, как и Жуковский, но это не удалось. Тем не менее, всё-таки он сделал всё для того, чтобы Пушкин, его жена, приобрели те уже очертания уже русского пантуона, которые абсолютно необходимы для нашей литературной истории. Ну, и я так понимаю, что после смерти Пушкина он очень много сделал для того, чтобы, что называется, обелить Наталью Николаевну, чтобы ликвидировать любые слухи, в общем-то. Они вместе с Верой Фёдоровной сделали всё, чтобы обелить. И, кстати говоря, здесь уже и помогал сын Вяземского Павел, с которым Пушкин очень любил играть. Они там вообще играли в разные игры, и Павел об этом вспоминал, своих мемуарок. Да и вообще, кстати говоря, мемуары этой семьи, что Павла, что Вяземских, связанных с Пушкин, наверное, одна из тех самых прочных основ, на котором строится представление о Пушкине, о его характере. И, между прочим, Вяземский, совершенно не стесняясь, охарактеризовал Пушкина, а вместе с ним Грибоедова, как людей довольно сильных страстей. Наша литература видения обычно думает, что эти герои, они такие святые во всём. Да, они были очень разными. Они святые и в своём поведении, и в своих произведениях, и всё плюс-плюс-плюс, и задаются какие-то мифы и культы личностей, в то время как стоящие рядом с ними современники, и вот их друзья, описывали их достаточно жёстко. И давайте послушаем, что писал Вяземский о Грибоедове и Пушкине, то есть о своих близких друзьях. В Грибоедове есть что-то дикое, в самолюбии. Оно при малейшем раздражении становится на дыбы, но он умён, пламенен, с ним всегда весело. Пушкин тоже полудикий в самолюбии своём, и в разговоре, в спорах были у него ошибки, сдорные. Конечно, вот такие высказывания делают, в общем, из русских классиков, русских писателей, живых людей, абсолютно со своими страстями и эмоциями. И очень хочется, чтобы на нашей передаче они выглядели живыми и становились живыми, потому что эти живые люди писали эти стихи прекрасные и рассуждали. Посмотрите, с другой стороны, как Вяземский пошёл против течения, ведь тогда, в общем, клевали французский язык, говорили, как ужасно, что русские говорят по-французски. Грибоедов смеялся над этим, в тот же Грибоедов в своей комедии, да и много-много. А Вяземский наперекор всему взял и написал, в предисловии к Бахчисарайскому фонтану довольно интересные статьи о существовании русского и французского языка в связке. Давайте это послушаем. Рецензия на Бахчисарайский фонтан Пушкина. Многие жалуются на употребление французского языка и на сих жалобах основывают систему какого-то мнимого, подогретого патриотизма. Приписывая французскому языку упадок русского, напоминают они фабрикантов внутренних, проповедующих запретительные меры против внешней торговли, чтобы пустить в ход домашние изделия. Они рассчитывают. Если б не было французских книг, то по неволе стали бы нас читать. Заключение ложное. Чтение не есть потребность необходимая. Оно роскошь. Оно лакомство. Хотя бы и не было никаких книг, кроме вашей доморощенной, то все не читали бы вас, милостивые государи. Пишите по-европейски, и тогда соперничество европейское не будет вам опасным, и читатели европейские присвоят вас себе. Ну, кстати, очень как-то современно даже звучат эти слова, потому что, конечно, разговоры о влиянии иностранных языков на русский, они никуда не делись, они все равно для нас сегодня актуальны. Они вечные, и надо сказать, что вместе с тем, выступая за французский язык, он вообще свое первое произведение написал по-французски, вяземски свою пьеску, так сказать. Но писал-то он в русском поместье, он писал в Астафьево, и это поместье стало культурным центром всей России. Да, давайте вернемся вот к этой исходной точке, мне кажется, надо о ней обязательно сказать сегодня. К дню рождения Петра Андреевича Вязенского моего отец купил Астафьево, это подмосковное поместье, за 23 тысячи рублей, как видите, не так дорого, если сравнить с тем, сколько промотал наш Вяземский, он говорил, прокипятил полмиллиона рублей. Потрясающе! Так вот, возникла Астафьево. Я помню эту Астафьево очень хорошо, еще по советским временам, там был Дом отдыха Совета Министров, и мои родители, отец был послом, поэтому имел право время от времени меня засылать в хорошие дома отдыха. Я помню, что когда я сдал экзамены на филологический факультет, я туда уехал, в конце августа вдруг приезжаю и смотрю, боже ты мой, да что же это такое? Я увидел, я не знал, что это Вяземский, я не знал, что там 8 домов написал Карамзин. Свои истории. Я просто увидел поразительное здание, хотя и превращенное, что-то знает что, в советский дом отдыха, с наметками на бывший прекрасный парк, где-то текла там река и все прочее. И знаете, я вдруг подумал, что в конечном счете вот это Остафьево тоже на меня повлияло, потому что какой-то элемент вот любви к Подмосковью, начнем хотя бы с этого, у меня остался именно благодаря Остафьево. Потом я узнал, и готовясь к нашей программе, что Остафьево, это было действительно большое дворянское гнездо русской культуры. То есть в этом гнезде вообще зарождались самые различные интересные литературные мысли. Здесь был Пушкин, здесь был Базюшков, здесь был Жуковский. И вообще они хохоча говорили о том, что как бы нам бы всем собраться, поехать в Европу и написать вместе сборник про Европу. Вот будет здорово. И европейцы тоже нас напечатают. И денег зарабатывают. Эх, это действительно было бы здорово, конечно. Это еще тоже поразительно, что они держались вместе. Это была какая-то единая группа. Такой круг, да, особый? Да. Это люди как будто как бы сообща вынашивали гений Пушкина. Они его очень быстро почувствовали, очень рано, но они его вынашивали и в конце концов состоялось. И тут Остафьево, можно сказать, это тот самый родильный дом, который помог Пушкину стать Пушкиным. Сегодня мы шли от поздних стихов Вяземского, которые позволили нам сразу понять масштаб его личности, к этому прекрасному Остафьево. И давайте все-таки подытожим, поймем, вот чем он нам важен, Вяземский. Старший друг Пушкина, историк, политический деятель. Основные пункты? Прежде всего, я думаю, что все-таки в разработке стихов он сделал большой шаг именно в сторону современного русского языка. Его мысли выражаются, ну, послушайте этого русского бога, которого мы уже привели. Его мысли выражаются теми же самыми соединениями слов и понятий, которые, понятно, нам абсолютно стопроцентно. Даже у батюшкова, пожалуй, такого еще нету. То есть здесь совершенно современный русский язык уже? Современный русский язык, и написано это все легко, просто, понятно и одновременно глубоко. Вот это, наверное, самое сильное вязание. Второе – это все-таки Остафьево, то есть это кнездо русской культуры, откуда вышли очень много всяких интересных и глубоких мыслей. Ну, и третье, наверное, я думаю, все-таки его историческое и государственное значение, потому что благодаря его запискам, благодаря его деятельности, благодаря его уму, уникальному, глубокому уму, мы начинаем постигать лучшую Россию, мы видим Россию на перепутье, мы видим, как она вместе с царями выбирает свой путь, мы видим, от чего она отказывается, к чему она идет, мы видим движение, мы видим застои, и Петр Андреевич сигнализирует нам, что ему дорого, а что он не принимает. И в этом его огромная заслуга. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, в заговоре классиков. Сегодня мы говорили о Петре Вяземском, но я напомню, что о многих героях сегодняшней программы, о которых мы упоминали, и Жуковский, и Батюшков, уже есть отдельные эпизоды нашего подкаста, слушайте их. Напомню, что послушать эпизоды заговора классиков вы всегда можете на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями. Заговор классиков автор самого скандального письма в русской культуре. Он превратил литературу в философию, а философию в литературу. Мыслитель, которого царь объявил сумасшедшим. Первая жертва карательной психиатрии. Человек-загадка, не разгаданная до сих пор. В молодости блестящий офицер, дэнди, единомышленник декабристов, наставник Пушкина. В зрелые годы мистик-затворник, ищущий смысл истории. И словоохотливый заседатый московского английского клуба. Все это Петр Яковлевич Чадаев. Здравствуйте, это заговор классиков. У микрофона Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодня говорим о Петре Яковлевича Чадаеве. И сразу напомним его годы жизни 1794-1856. Ну и вот у нашей сегодняшней программы, у нашего выпуска есть такой подзаголовок «Сумасшедший всея Руси». Так вы назвали Чадаева. Почему? Ну, дело в том, что тот выстрел, который случился благодаря его письму 1836-го, философическому письму, 1836-го года, правда, все спрашивают, а в какую сторону он был направлен? И хороший вопрос, на который мы тоже постараемся ответить, это герцинские слова. Так выстрел такой оглушительный, что, пожалуй, царь и оглох от него. А почему это случилось? Дело в том, что это уже было царство вот этого замечательного лозунга Варова, православие, самодержавие, народность. И вдруг приходит Чадаев со своим письмом, который на печатном телескопе, где он сообщает о том, что никакого православия, никакой народности, никакого несодержания, одна пустыня, пустыня звуков, пустыня смыслов, пустыня слов, в результате чего на самом деле Россия ничего не дала в своей истории. И, оторвавшись от Запада, из-за схидмы с Римом, она пошла по другому пути, и главная её тема – это застой. Вы представляете, что царь в 1936 году прочитал это, он пришёл в ярость и написал, что это письмо сумасшедшего. Да, он написал, что это смесь дерзкой бессмысленности, достойной умолюшённого. Но Уваров, который был автором вот этой триады, он требовал гораздо большего наказания, гораздо более сурового. Я думаю, что если бы Уваров тут имел право на наказание, то наш друг уехал бы или в Сибирь в ссылку, или уехал бы даже на кадрку. А тут ему помог Бенкендорф, так как смягчило это наказание. в общем-то достаточно толковый Бенкендорф, который, ну как бы увидел в царских словах выход из положения. И он предложил царю объявить его сумасшедшим. Но почему в сияве Руси? Потому что, вы знаете, Аня, дело в том, что этот выстрел, это письмо, оно разбудило всех. Она разбудила и западников, и слонофилов. Она, в общем, дала энергию философическую вплоть, я думаю, до революции 1917 года. По-моему, тот же самый Герцен, да, говорил, что это такой ледокол, который сдвинул вообще всё. Да, всё сдвил. И поэтому, конечно, я не представляю себе ни одного человека, который бы мог совершить такой огромный духовный подвиг, как Чиадаев. Хотя он такая сложная фигура, я думаю, мы это с вами обсудим, что нам надо и искать, и искать, и искать разгадки того, что он сделал, и как он всё это продумал. Но результатом этого скандала было то, что он был действительно официально объявлен сумасшедшим. И к нему буквально каждый день приходил врач, психиатр, который его проверял. И, в общем, он находился под каким-то таким довольно жёстким контролем. Или не очень жёстким, или всё-таки потом всё это смягчилось, и он уже там... Всё зависит от того, что такое жёсткий контроль в истории страны, в истории цивилизованного мира. Дело в том, что контроль поначалу был достаточно жёсткий, он испугался, он, в общем, проявил себя человеком достаточно малодушным в этом скандале. И затем, но он был такой нервный, в общем, больной человек с противным характером, надо сказать. И вообще тут он как-то себя повёл не героически. Но потом это постепенно всё стало спадать. Он мог с самого начала принимать в доме кого угодно. В общем, выходил он на прогулки. Ничего страшного, он не мог поезжать из Москвы. То есть у него получился такой домашний арест в размере всей Москвы. Да, всей Москвы. Но это же подогрело тоже к нему огромный интерес. То есть человек, который вызвал такой гнев царя и с другой стороны этот гнев обломался как бы от величия Чаадаева, то есть всё это закончилось только сумасшествием, это всё-таки, конечно, произвело огромнейшее впечатление. Мне кажется, что это просто Чаадаев это такой огромный, огромный монумент, который просто врыт в историю российской цивилизации, и мы никогда от него никуда не денемся. Но здесь надо сказать, что он очень сложный. Вы понимаете, я вот хочу сразу сказать, что он очень сложный. Виктор, он действительно очень сложный, и я скажу, что мне очень тяжело было готовиться к этой программе, пыталась я его читать. Не буду тут кокетничать и говорить, что перечитывать, потому что действительно, наверное, это тот автор, которого мы по школе знаем исключительно как друга Пушкина и не более. Но тем не менее, можно ли его назвать первым русским философом? Или философы были до него? Или он действительно такой первый, который положил начало всего? Смотрите, дело в том, что, конечно, в России философия всегда уходила в какие-то, я бы сказал, параллельные жизни. Я абсолютно убеждён, что философом был и Держанин. Держанин – прекрасный философ, очень интересный. Наш любимый Держанин, с которым мы начинали цикл наших программ. Да, я думаю, что, конечно, философом был и Ломоносов. Но, понимаете, дело в том, что эти философии, это были как бы философии, которые принадлежали или определённой стране, или определённому человеку, который искал какой-то свой смысл. Ведь, смотрите, Чадаев замахнулся на невероятную вещь. Он пожелал определить смысл мировой истории. Вы представьте себе, вот живёт человечество… Ну, это какая-то невыполнимая идея. Вот живёт человечество, и Чадаев говорит, я вам сейчас объясню, почему вы живёте и что надо делать для этого. И это, конечно, ну, просто невероятная нагрузка. И здесь он выбирает тактику социального мистика, как определяет это Гершинзон, и пытается, благодаря познанию божественного плана и соединению с историей, то есть социальной наукой, пытаться разобраться это просто невероятно. Поэтому вот эта ругань его по отношению к прошлому России, она имеет какой-то прилагательный характер. То есть он сердится, что Россия не находится в центре истории, я имею в виду в этом только письме, и из-за этого он негодует. Это первое. Во-вторых, смотрите, он жил, конечно, в очень трудных условиях для философии. Это Николай I, который, в общем-то, честно говоря, был небольшой философ и небольшой любитель инакомыслия. Ему приходилось всё время, конечно, юлить, и ему приходилось Чаадаеву всё время отрицать самого себя. Я бы сказал, что Чаадаев это такое отрицание отрицания. И поймать его, простите, за хвост очень трудно, потому что, когда он... Но это что, причина была вот то младушие, о котором вы говорите? Нет, это была причина того, чтобы просто выжить и высказаться. Младушие это был такой поверхностный слой страха за своё существование. А вот вот это отрицание отрицания это двоймыслие, это желание каким-то образом всё-таки сохранить свою личность в очень трудных условиях и объясниться с читателем, с друзьями, с врагами, что же он хочет. Но в этом он тут и запутался, конечно. Вы знаете, понять, что он хочет, что он не хочет. Мы должны найти какие-то слова, которые ему, что называется, были всегда важны, из которых он не сдвинулся. И вы знаете, Аня, вот эти слова, это, видимо, слова в апологии сумасшедшего. Это его второй такой по важности труд, где он пишет, что любовь к родине прекрасна, но любовь к истине ещё более... Ещё важнее. Важнее, прекраснее. И вы знаете, и это везде, начиная с его раннего, юношеского отношения к миру и кончая его самыми поздними письмами. Вот здесь Чаадаев не изменяет себе. А в остальном он крутится, вертится, как на сковородке и даёт нам возможность понимать его совершенно по-разному. Кроме того, я ещё хочу сказать, что помимо того, что он жил в трудное время, у него был ужасно сложный эгоцентричный характер, я уже говорил, что противный, и поэтому вот этот раздражительный характер тоже позволял его мысли гулять как угодно, что называется, по буфету. И, наконец, смотрите, ну что делать, мы говорим о философии, приходится... Тут всё. Он был гением мысли. Тут тоже приходится философия. Он был гением мысли, он прекрасно выразился, но он нашёл субъективную форму выражения этой мысли. Он взял письма, он взял заметки, и, естественно, совершенно эта форма ведёт нас тоже к самой различной интерпретации. Ну, я даже не писал, я думаю так-то, так-то, так-то. Но именно из-за того, что он взял эту субъективную форму, он прорвался куда-то очень далеко вперёд по сравнению с философией европейской. То есть он пришёл к личной истине, к частной личности, которая стала последствием истинной истинциальных философов. И в этом смысле он очень современный. Ну, а вот Бердеев собрал разные мнения и высказывания о Чаадаеве, начиная с Пушкина. Давайте их послушаем. Пушкин писал о Чаадаеве. Он в Риме был бы брут, в Афинах переклес, у нас он офицер гусарский. И ещё о нём. Всегда мудрец, а иногда мечтатель, и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель. Герцен характеризовал письмо Чаадаева как выстрел раздавшийся в тёмную ночь. Вся наша философия истории будет ответом на вопросы в письме Чаадаева. Гершензон характеризовал Чаадаева как декабриста, ставшего мистиком. Особенно интересовала Чаадаева не личность, а общество. Он настаивает на историчности христианства. Он повторял слова молитвы «Да приидет царствие твое! Он ищет царства Божьего на земле!» Виктор, ну давайте действительно разбираться с этим очень сложным героем сегодняшним нашим и обратимся к его биографии. Он из известной, состоятельной дворянской семьи делал блестящую карьеру. Как сейчас сказали бы, такой перспективный был молодой человек. Герой войны 1812 года и после с ним происходит какой-то слом. Кризис духовный, поиски внутренние увлечения мистицизмом и так далее. Вот что произошло с ним? Что стало причиной? Это понятно? Или это тоже ещё одна из загадок? Смотрите, ну мы так вот, что называется, голубым по Европам. Дело в том, что, во-первых, несмотря на то, что он действительно из старинной, прекрасной дворянской семьи, он сирота, отец и мать рано умерли, он, естественно, конечно, оказывается в родственной семье, но, тем не менее, всё-таки он не с родителями. Он и его брат, да? Он и его брат Михаил. Второе, он действительно совершенно абсолютный герой войны, при этом абсолютно прекрасный, умный, я бы сказал, просто более блестящий человек из молодых офицеров своего времени. Поэтому он становится адъютантом у князя Васильчикова и просто надеждой на будущую карьеру, на которую ставят, смотрите, ставят будущие декабристы. Потому что он, как и многие молодые офицеры, оказавшиеся в Европе, понял, что Россия действительно очень сильно отстаёт, а Александр Первый не хочет включиться во все реформы и, постепенно превращаясь в консерватора, вызывает раздражение у молодых офицеров. А он с руссками прямо доходит до Парижа, да? Он просто до Парижа доходит, и для него это откровение быть в Париже. То есть он просто ходит по музеям, понимаете, что называется? А он же, кстати, еще был прекрасно образован, знал, по-моему, несколько языков, да? Он знал, конечно. Он не только знал несколько языков, для него было гораздо легче писать по-французски, чем по-русски. И философические письма, собственно, и написаны по-французски. Написаны по-французски. Вообще основной массив его творчества это французский язык, и переводы не его. Ну, я посмотрел, они действительно более грубые, чем оригиналы по-французски, но мысль сохранена, и не забудем, что он их авторизировал, то есть, в общем-то... А, то есть он их одобрил, эти переводы. Ну, естественно, было бы странно, если бы он вообще кричал, «Нет, это не мои письма». А вот, знаете, вот тогда какой вопрос. То, что он дошёл до Парижа, и там увидел вот этот Париж, Европу и так далее, что он вообще там впитал? Вот не являются ли эти его философические письма результатом знакомства с той же самой европейской философией в какой-то степени? Ну, разумеется, сначала были эмпирические впечатления, просто он впитал красоту Парижа, зрелость мысли французской, ещё не философии, а просто, можно сказать, во французском разговорном языке. Но когда они вернулись, вся армия вернулась, то, естественно, среди молодых офицеров началось брожение такое революционное, и его тоже зачислили и в общество декабрийское, и, в общем, всячески поощряя его карьеру, для того, чтобы он занял какое-то важное место во время переворота. А он же ещё и масоном, кстати, был, да? Масон был масоном, но так же, как это случилось с Карамзиным, которым он, кстати говоря, всегда любил всю свою жизнь. Он разочарался в масонстве, в русском, потому что посчитал, что это поверхностное и неинтересное явление. Но в 20-м году вот что происходит. Случается дуэль, там молодой корнет, похожий с фамилией Ноленского, Ланской, он погибает, и Чадай вдруг понимает, что смерть уходит совсем рядом с нами, вот-вот она может затронуться. И у него происходит первый кризис такой, если не религиозный, это кризис отчаяния, страх смерти. И он понимает тогда, что есть какие-то вещи поважнее революции. Он начинает презирать тех, которые не понимают вот этой конечности и ужаса смерти, конечности жизни и ужаса смерти, и по этому поводу довольно жёстко высказывается своему брату. Ещё весной 1820 года Пётр Яковлевич запальчиво писал брату в байроническом духе «Дураки, они не знают, что тот, кто презирает мир, не думает о его исправлении». Он же, при том, что ему прочили вот эту прекрасную военную карьеру, он неожиданно подал в отставку. И там тоже есть какие-то тайны, связанные с этой отставкой. Да, безусловно. Но тут, смотрите, здесь мы должны ещё вот что подчеркнуть. Мы должны подчеркнуть, что уже начинается раздвоение. С одной стороны, он дэнди, он вообще проводит большое количество времени, занимаясь ногтями и прической, а с другой стороны, он самый блестящий молодой человек своего времени, о чём пишут девушки, между прочим, в своих дневниках. Один из его недоброжелателей вот как о нём писал. По словам современника Филиппа Вигеля, надо бы ещё знать, что гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка. По часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, притирался, мылился, холился, прыскался духами. Многие отмечали, что он действительно был модником и чуть ли не одним из первых Дэнди вообще. И правда ли, что частично он прототип Онегина? Ну, он прототип и Онегина, потому что Пушкин так и пишет «второй Чадаев, мой Онегин». То есть, в общем, просто можем сказать, что это копия, а с другой стороны, конечно, очень многое от него пришло к Чацкому, к Рибоедовскому, Чацкому, говоря от ума, потому что там есть просто какие-то вещи, которые просто биографически связаны конкретно с Чадаевым. Правда, конечно, Чацкий гораздо более скромный по уму у юноша, но, тем не менее, там есть отражение Чадаева и очень значительное. Об этом мы, кстати, будем говорить в одном из наших ближайших выпусков, потому что дальше в заговоре классиков у нас один из наших героев это как раз Грибоедов. Я думаю, вернёмся к этой цели, так что не пропустите. Замечательный герой. И надо сказать, что после того, как он понимает насчёт того, что человек, презирающий людей, не может думать о их изменении, тут начинается ломаться его внутренняя карьера. Ну, я не буду сейчас уходить в далёкую историю того, что ему пришлось ехать с донесением Александра Первого по поводу бунта в Семёновском полку в 20-м году, и он посчитал, что это, в общем, не очень достойно его, как блестящего офицера, рассуждать негативно о том полку, в котором он служился, но и эта часть тоже его военной жизни страшно раздражает, что он должен был туда поехать по команде Васильчикова. Но дело тут ещё вот в чём. Он начинает видеть, что спесь, высокомерие и глупость начальства, она, в общем, не располагает его к тому, скажем, современно-социальному листу, который ему предназначат. И он тогда считает, что у него какая-то есть другая, гораздо более достойная карьера. Кстати, письмо тёдушке, где он высказывает эти мысли о глупости и высокомерии того же Васильчикова перехватывается царь его читает, он даёт из-за этого разрешение на отставку без перехода в высший чин, более высокий чин. Это тоже какой-то скандал, да, до того времени? Это тоже скандал. Ну или, по крайней мере, странная ситуация. И очень обиделся Чаадай, потому что он хотел от родмистера двинуться уже к подполковнику, и это у него не получилось. Но здесь, конечно, его мистика очень сильно захватывает. Это, конечно, не увлечение, как вы сказали, это какая-то безумная болезнь, страсть или страстная болезнь, потому что в 1923 году, когда он отчаливает из России, он думает навсегда уехать из России. Он опять поехал в Европу, путешествует. И он, насколько мы можем верить и доверять замечательному Гершензону, который это описывает, у него там, в Швейцарии, случаются какие-то невероятные религиозные бдения, в общем, с какой-то потерей сознания, с потерей памяти, с потерей разума, припадками, да. Из чего он выходит совсем другим человеком. Что он хочет? Зачем эти бдения? Это тоже очень важно, и об этом мало кто говорит, когда рассуждают о Чаадаеве. Обычно всё время только оппозиция, оппозиция, оппозиция. Я имею в виду Чаадаева кому-то. А он пытается соединить свою душу с божественным началом и через это понять смысл истории. Ну, разумеется, конечно, и считает и философов, и мистиков, немецких, и социальных, консервативных философов Франции. Всё это у него объединяется, но в принципе это его личный опыт, неудачный, ничего у него из этого не получается, он уезжает в Италию, разочарованный, и вот эта травма личного неудачи в мистике преследует его, конечно, я думаю, всю жизнь. Ну, он в своих письмах родственникам и жалуется на плохое состояние здоровья, и вообще очень много жалуется. Он какое-то производит впечатление такого постоянно ноющего человека, у которого всё плохо, он постоянно в каком-то смятении и так далее. Действительно таким был? Или он вообще был очень закрытым человеком, о чём тоже можно прочитать в литературе ведения, и мы, в общем-то, даже сегодня не можем составить такого уж прям чёткого портрета? Ну, во-первых, он был такой человек с профилем медали. Он был красавцем необыкновенным, но этот красавец ещё был не просто как Каральзима, о чём это уже говорили, красавец, а это как будто его просто резцом вылепили его лицо, о чём говорил, кстати говоря, Мандельштам. Это первое. Во-вторых, он был очень нервный и очень болезненный человек. И, видимо, это и дало ему возможность куда-то проникнуть. Ну, что же делать? Так бывает. Мы знаем, что Достоевский страдал тоже нервными болезнями и был, в общем-то, совершенно, можно сказать, с точки зрения нашей сегодняшней разговора. И не только у него была эпилепсия, но у него вообще было просто расстроено абсолютно сознание. Но, с другой стороны, посмотрите, сейчас возвращаемся к нашему сегодняшему герою. Чаодаев был ещё тоже страшным высокомерен. Высокомерен, да? Да. Раз в Берне посланник или там, не знаю, консул русский устроил в честь его ужин, то все были поражены его невероятной наглостью. Он отвергал напитки, он трепал там того-то, шампанство, ещё чего-то. В общем, он плохо слушал гостей и при этом страшно ругал Россию. Представляете, приехать в российское консульство или посольство и ругал. это были времена Рокчеева, он называл Рокчеева злодеем, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потрясающе. И не боялся. В ужасе. Ну, он не боялся, он молодой человек, который, в общем, ещё ни катастрофы с декабристами не было, Россию раздирали. Ещё ни катастрофы с декабристами и ещё не опубликовано его вот это первое философическое письмо, то есть это до вот этих вот событий, о которых мы говорили. Ещё не описано, оно было написано в 1929 году, а это 1923, 1924, 1925 год его путешествия, но в то же время он уже вызывает сомнения у начальства, и когда он возвращается, видимо, он хотел уехать навсегда, но он понял, что он один не просуществует, что это конец, это смерть ему, он возвращается, и здесь его на границе в Бресте, в Брест-Литовске тормозят, обыскивают. Оказывается, у него стихи Пушкина скандальные, не те стихи, которые хотелось бы показать начальство. У него разные письма от эмигрантов и так далее, и так далее, и он 40 дней проводит на границе. Здесь его первое реальное столкновение уже с властью, как оппозиционера, так что оппозиционность этого была. Но дальше он, естественно, уже погружается в какой-то свой мир, и мы должны это подчеркнуть, что он не согласен с декабристами, он считает, что декабристы отбросили Россию на полтора века назад, и он погружается в какую-то темноту, в какую-то темень до начала 30-х годов. То есть пятилетие его абсолютно тёмное. Но его, тем не менее, несмотря на связь с декабристами, не отправляют в Сибирь, у него нет никакого наказания, он свободен, но он в ужасе от того, что случилось с декабристами, он в ужасе от того, какой становится Россия. Она становится без надежды на преобразование. Но чего всё-таки больше в его произведениях, в его вот этих философских размышлениях? Вот эти религиозные мистики, критики власти, где тут баланс? Баланса нету, поэтому никто не может и разобраться в том, что такое Чадайль. Баланса нету, но есть удивительное ощущение от его как социального мистика, который что-то увидел впереди себя. Ведь посмотрите, ведь социальный мистика — это тот самый человек, который предлагает увидеть смысл истории. И смысл истории заключается в том, что есть что-то выше нас, и мы должны стремиться удовлетворить это что-то. Так посмотрите, отсюда ход не только к Владимиру Соловьёву, который его ученик, но и к Ленину, который только вместо христианского Бога в плане нашей российской перспективы подвигает коммунизм, и тем самым, в общем, оказывается, может своротить всю таким образом... Как вы неожиданно провели какие-то параллели уже, совсем неожиданные. Да, это поразительно, что Чадаев открывает вот этот источник, той энергии революционной, которая может быть в России, она идёт через социальную мистику. И в этом плане он, конечно, один из самых ярких мыслителей своего времени, времени XIX века, который в форме, опять-таки скажу, писем, заметок, словесных рассуждений создал такой портрет человеческой природы, человеческих возможностей, человеческой истории, которую, я думаю, мы ещё будем не раз и не два рассматривать, удивиться и поражаться его кинью. Виктор, давайте теперь разберёмся вот с этими философическими письмами, насколько это возможно, насколько мы успеем, в общем, за не очень долгий наш выпуск. Что это за письма? Сколько их? Что это за жанр литературный? Тут постоянно возникают какие-то оговорки и опять-таки то пропавшие тексты, то ещё что-то. Давайте начнём, кому они адресованы? И действительно ли это частные письма, или он изобретает такой литературный жанр? Ну, конечно, он изобретает жанр, и он, прямо скажем, творец этого жанра, создатель жанра художественных письм по философии, поэтому, смотрите, он становится в литературе философом и в философии литератором, замечательным писателем, то здесь не случайно совершенно он в нашей литературной подборке, потому что его письма это просто шедевры литературной мысли. Ну, и тут ещё тоже надо повторить и подчеркнуть то, что это особая философия, это русская философия, он тут создатель русской философии, которая работает с художественным словом, с художественным вымыслом, с художественным мышлением, и это отразится дальше в Серебряном веке, и его учениками будет и Бердяев, и Шестов. То есть именно в этом отличие от европейской философии, да? Да, безусловно, и здесь он просто создали оригинальную философию. Думал ли он, что он уж прямо так на века создаст философию? Не думаю, но то, что он нашёл этот жанр, отличный, это жанр какой-то интимный, и в этом смысле в Европе его можно только сравнить с датским философом Киркегором, который был основателем европейского экзистенциализма, и которого только открыли в 20 веке. Так вот, Чадаев вот со своими письмами, Достоевский со своими записками из-под поля, они прародители тоже экзистенциализма, и это очень важно для того, чтобы понять, куда двигалась мысль. Мысль пошла в частные руки, в личные отношения, то есть мысль была скомпрометирована как высшая такая логическая постройка, она оказалась неработающей, оказалась гораздо более важной, более полезной, и более близкой человеческой натуре именно разговор по душам. Ну, разговор по душам, да, и русский, и такой очень московский, потому что Чадаев всё-таки московским был человеком, да, жил на Басманной. московский, да, человек с Басманной, да, он по недельникам принимал у себя людей, потом, несмотря на весь аскетизм, ездил в ангельский клуб, и, кстати говоря, один из врачей его надоумного уже, когда он перестал считаться сумасшедшим, и он там пропадал прямо днями, и стал просто гуру московских женщин, и, кстати говоря, вообще он такой философ, как бы для женщин, в том смысле, что он именно к ним обращался с этими письмами, и вот одна из этих женщин Панова написала ему письмо, естественно, о чём пишет женщина-философ, о смысле жизни, и вот он ответил вот таким вот мощным первым письмом, которое стоило ссылки Надеждину, автору телескопа, который был закреп издателю, да, и журнал был закрыт, его сослали с Ифтеркар, и, в общем, всё было ужасно в этом смысле. Но ведь действительно, когда вышло это первое письмо, это был настоящий фурор. Я так понимаю, у телескопа был не очень большой тираж, по-моему, порядка 700 экземпляров, и буквально передавали из рук в руки, все это читали, и, в общем, все обсуждали этот текст. Что в нём такого было для того времени, что поразило публику? Понимаете, русский человек часто задумывается о своей истории, потому что она не похожа на историю ни Востока, ни Запада. И мы замечаем, что было татаро-монгольское игорь, было московское царство, в котором было жестокость, и было вонгрозно и многие такие вещи. И мы, как бы накапливая этот негативный материал, всё-таки как-то стараемся уйти от каких-то выводов. Чаадаев пришёл и сказал, всё это ужас, что это, в общем, застой, это несчастье, и такого нигде не бывает. И в этом смысле он каким-то образом затронул наше подсознание, не потому, что, может быть, был прав, но сейчас это сопоставим с мнением Пушкина, а просто потому, что он полоснул по живому и по больному. Давайте послушаем это письмо. «Окиньте взглядом все прожитые нами века, всё занимаемое нами пространство. Вы не найдёте ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живём одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мёртвого застоя». Ну, вот достаточно много, по крайней мере, в первом письме можно прочитать таких, в общем, критических высказываний об адрес России, российской истории и так далее, что вообще это такой белый лист бумаги и не было ничего до. Это как надо вообще интерпретировать этот текст? Как действительно такую прям жёсткую критику России, европоцентризм, там всё хорошо, а здесь плохо? Или всё-таки что-то большее есть в этом тексте? Или надо с какой-то другой позиции посмотреть на этот текст? Ну, наверное, надо посмотреть с другой позиции. На самом деле это письмо одно из нескольких писем. И развитие мысли Чаодаевской заключается в том, что, да, действительно у нас была история не похожая на католическую историю Запада, но, в принципе, это и хорошо, и плохо, или это плохо, и хорошо, потому что, если у нас не было прошлого, то зато у нас будет будущее. И в этом смысле он отказывается от какой-то жёсткой позиции по отношению к прошлому Россию, как от страны, ушедшей с дороги общей истории, и в апологии сумасшедшего, он говорит, да, у нас чистый лист, и на этом чистом листе можно написать слова о будущем. Послушаем вот то, что он говорит по отношению белому листу Россию. Неужели вы думаете, что если бы он, Пётр Великий, нашёл у своего народа богатую и плодотворную историю, живые предания и глубоко укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы кинуть его в новую форму? Пётр Великий нашёл у себя дома только лист белой бумаги, и своей сильной рукой написал на нём слова «Европа и Запад», и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Но это ведь, кстати, проблема так и не ушла из нашей жизни до сих пор, вот эта проблема Европы и Востока. Поэтому можно сказать, что он наш современник и вообще, вы знаете, я думаю, что цель нашего проекта пригласить наших героев, включая Чаадаева, после нашей программы идти писать дальше объяснение, чего же они хотели, а писать из рая, из чистилища, если кто там верит в него, писать из нос веры, если кто-то верит в это, а не садиться и не залезать на педесталы. Мне хочется, чтобы здесь была какая-то мысль между сегодняшним днём и вчерашним. Здесь Чаадаев просто действительно на современник. Все мысли, которые у него в письмах, они вполне могут подхватиться сегодня. Но есть и те люди, которые на таком же уровне и, может быть, даже с большим основанием чувствуют себя гениями, писали и сопротивлялись этому. Давайте послушаем, что Пушкин написал Чаадаеву, кстати, это письмо никогда не было отправлено, но прямо перед смертью он написал Чаадаеву, что он думает о его первом вот этом абсолютно жестоком письме. Пушкин Чаадаеву. «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератора меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблён, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог её дал». Виктор, давайте просто подытожим. Значит, дошло до нас четыре письма, и причём вот эта нумерация, она была произвольная, как раз и её, так сказать, сделал издатель. Сам Чаадаев не нумеровал эти письма, поэтому даже и читать их, наверное, сегодня можно в любом порядке. Есть ещё одно его сочинение «Апология сумасшедшего», и, в общем, больше он ничего не написал. «Кроме большого количества писем к друзьям и современникам». И надо сказать, что и здесь он проявлял себя именно как философ, а также как абсолютно, я бы сказал, нагловатый гражданин России. В 1933 году он захотел вдруг пойти на службу, тогда отказался в 1921-м, а тут и написал Пенкендорфу весьма развязанное письмо. Он Пенкендорф в 1933 году обратился к царю, и царь великодушно его отправил служить в Министерстве финансов, как и в Комитии, как и Вяземского. Но что интересно, что Чаадаев не захотел служить. Он был недоволен этими назначениями. Он был недоволен и написал довольно жёсткое письмо Пенкендорфу, и я бы сказал, довольно наглое письмо царю, после чего ответов и приветов со стороны государства не последовало, потому что они просто обалдели от такой наглости. Конечно, внимательно перечитывая эти письма, можно заметить, что с точки зрения XXI века нарушение этикета было небольшое, но с точки зрения 19-го, посмотрел, как они просто озверели вообще, прочитав такие наглые письма. А дальше, и что тоже очень важно, началось его двоемыслие, именно связанное, конечно, с сложностью эпохи. И я хочу напомнить, что в 1951 году его приятель, его знакомец, граф Орлов, который тогда был уже после смерти Бенкендорфа начальником жандарма, начальником третьего отделения тайного, он был знакомцем, и он ему сказал, слушай... То есть, хорошо были знакомы? Да, хорошо были знакомы, слушай, он сказал, написал в своей книжке, которая вышла в Англии, это известная книжка Герцена о развитии революционных идей в России, написала о тебе, о тебе и о Гоголе, остальных не упоминал, но тебя и Гогол назвал по имени, потому что было ясно, что вы уже состоялись, если говорить своими словами, и поэтому, значит, ты из песни слов не выкинешь. И он тебя очень там хвалит. Чадайф, опять-таки, в личной жизни не очень смелый человек, немножко испугался, и написал тут же графу письмо, где назвал Герцена наглым беглецом, который, значит, клевечет на его мысль. Но в то же время, Аня, представьте себе, он написал... Писал Герцену. Герцену. Абсолютно сладкое письмо любви, где он говорил, что он его будет любить из того света, что он его так любит, что будет любить из того света. И вообще, когда сопоставляешь что-то письмо, думаешь, а где же реально Чадайф? И ты понимаешь, что это двое мысли, это было именно то состояние мысли в России в 51-м году, когда действительно реакция была очень жёсткая. Я напомню вам, Аня, что в 49-м году царь послал в отставку Уварова, вот этого самого реакционера Уварова, решил, что он слишком либеральный для своего времени, потому что он отставил университет, права университета. Так что тут надо было спасать свою шкуру. И Чадаев об этом так и писал по-французски. Правда, шкур по-французски это по, то есть это кожа, но неважно. В общем, он об этом говорил. Но теперь, когда вот всё это, понимаете, скрыто под маской двоемыслия, очень трудно понять, где его реальная позиция. Мне кажется, что всё-таки давайте вернуемся к тому, о чём я говорил относительно Родины и Истины. Конечно, если наложить мыслительную сетку на Чадаева, то всё-таки Родина для него очень важна, и он постоянно говорит о том, что он любит Россию, что это письмо он даже называет глупым. Ну, тоже, может быть, это двоемыслие, но, по крайней мере, он не считает, что это окончательно, что это письмо просто было связано с тем, что он не видел роли России в мировой истории, потом он его нашёл, то есть это пустая белая полоса, но зато будет большое будущее, но при этом для него очень был важным моментом истина, то есть истина, которая и являлась социальной мистикой. Так, наверное, вы меня теперь спросите, ну и что с этой мистикой случилось? Правильно? Я угадываю? Да, что произошло к концу жизни с этими его поисками вообще? Так вот, понимаете, дело в том, что они ничем не кончились, он так и умер, ничего не произошло, естественно, смысл истории он не смог объяснить с точки зрения христианства, он использовал там и Шеллинг, с которым переписывался, и другую немецкую, и мистическую философию, но, конечно, ничего. Но дело в том, что он был христианский философ, такого европейского толка, иначе на русском, европейском материале, на последнем издыхании западного христианства, ведь прошло несколько всего десятилетий, когда Ниша возвестил, что Бог умер. О каком смысле истории с точки зрения западного христианства можно было говорить, что Ниша сказал, что Бог умер, а когда уже позитивизм был главной линией философии в XIX веке, и, видимо, буквально чувствуя своей кожей, что что-то не то, что делает чедаэль? Вы не поверите, он начинает ругать Гомера, он начинает ругать Древнюю Грецию, обвиняя их в том, что они свернули человечество с верного пути аскетизма и веры в реального, большого, настоящего Бога, и поэтому Гомер, он первый, который вот оказался несчастным певцом любви и военного героизма. И это потрясает. То есть, когда вы это читаете, вы можете спросить, подождите, он в своём уме нападает на Гомер. И в конце концов, конечно, надо ещё иметь в виду, Аня, а это уже по части действительно сегодняшних осуждений о гендерном сознании, что он был девственней в своей жизни, он не знал женщины, он был таким аскетом в этом плане, что, ну, я не знаю, тут трудно сказать, для философа это в плюс или в минус, у него не было ни одного любовного романа, и его отношения с женщинами были отношениями достаточно, я бы сказал, такого назидательного. Он с ними переписывался, он писал им философские письма, как мы знаем. Он с ними даже прогуливался, и это тоже случалось. И он на прогулках объяснял своим соседкам по имению там, Нижегородской имени тётушки, что-то, но никогда не перешагнуло это чувство. Хотя, когда умирал, попросил похоронить его рядом с женщиной на Донском кладбище. Это Норова, которая как раз создавала ему огромное количество вопросов, философии, из которых он долгое время находился в интеллектуальной связи, скажем так. И знаете, когда это всё суммируешь, я думаю, что ему надо выразить огромную благодарность, потому что он показал именно фрагментарность человеческой мысли, фрагментарность человеческого восприятия и действительность. Расколтость, неясность, бунтарство, какие-то вообще непонятные улёты и залёты, какая-то раздражительность, самолюбие, чёрт знает всё, всё смешалось. И надо сказать, что из этого коктейля и состоит современная человеческая душа, и очень важно нам выбрать те черты, которые нам импонируют и которые нам важны, каким-то посмеяться, каким-то посочувствовать и сказать, что спасибо Чаадаеву, которому никогда не поставили никакому памятника на родине. Попробуйте представить памятник теми словами, которые он писал о прошлом России. Наверное, да, невозможно. Да, невозможно не поставили памятник, но который будет всегда волновать нашу культуру именно потому, что он нашёл такую форму, которая прямо проедает душу. Согласиться с ним потомок или будет ему возражать как его друг и младший современник Пушкин, это другое дело. Но то, что он будет будировать нашу мысль, это точно. И за это ему, конечно, огромное спасибо. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Кочарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями. Реа Новости Подкасты «Заговор классиков» «Заговор классиков» Редактор субтитров А.Семкин